Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина и в рамках марафона по контенту мы вместе с вами работаем над вашей собственной неуверенностью, а также мы ищем свой собственный алгоритм. И это шестое, последнее дополнительно урок и сегодня мы раскроем все абсолютно карты. Итак, я хочу поделиться еще одним секретом, что при собеседовании с тем или иным человеком вот эту неуверенность можно контролировать. Достаточно только заменить эмоции и жесты на другие, и тем самым вы свои неуверенности можете снизить абсолютно до нуля, либо повысить уровень уверенного человека. Каким образом это делается? вам нужно представить эту ситуацию, когда вы неуверенны в себе и посмотреть себя со стороны или создать такую ситуацию, или понаблюдать за собой, когда вы будете неуверенны, какими жестами, какими, допустим, что у вас изменяется, возможно у вас изменилась, или голос изменился, либо слова изменились, либо эмоции. То есть у вас что-то должно измениться и вы должны как-бы со стороны за собой понаблюдать. Вот эти вот три хотя бы составляющие обязательно запишите. на бумаге. Обязательно также понаблюдайте за собой, либо представьте эту ситуацию, что вы уверены в себе и какие вы жесты в той или иной ситуации делаете. Именно уверенные ситуации я имею ввиду. Тоже три составляющие запишите у себя на бумаге. Например, когда я неуверена в себе и то мой голос повышается на тон выше, чем я обычно говорю. Мало того, что я начинаю вот такие вот быстрые движения руками и ко всему этому я начинаю очень быстро говорить прям выплевываю слова друг за другом. И при беседе с тем или иным человеком у меня происходят такие вот ситуации, либо человек, если это знакомый просто-напросто мне, он сидит и улыбается, и я понимаю, что он просто меня не понял, потому что я быстро на него информацию-то выложу. Либо вторая ситуация, если человек меня просто-напросто не понял, то у него такие вот большие глаза, и он не понимает, что вообще здесь произошло. То есть и тот, и тот человек меня просто-напросто не понял. Чтобы сократить вот эти вот эмоции, чтобы изменить вот эту вот неуверенность, когда я вижу по себе, что у меня тон повышается, я вижу, что я начинаю быстрее говорить. Я сжимаюсь полностью, вся, и вздыхаю, и неу раздражаю. Бывает, что я вздыхаю, то есть это буквально одна-две секунды, это я вам просто так рассказываю. И я специально снижаю свой существенный голос на тон ниже, если это возможно. И специально каждое слово проговариваю чуть ли прям медленно-медленно. И вот эти вот телоубежения, как у меня сейчас происходит, они в принципе у меня и тоже так же и идут. То есть я сама себя успокаиваю. Тем самым я свою неуверенность в данной ситуации приближаю к нулю. Когда я уверена, причем я ему не сказала, что человек, вот допустим у меня при неуверенности вот такие вот жесты, вот такие вот какие-то случаи, то ваши жесты, ваши эмоции, ваш тон там еще что-то там будут абсолютно другие. У третьего человека тоже свои вот эти вот жесты, свои эмоции, свои собственные слова тоже будут другие. То есть у каждого человека вот эти вот составляющие, они будут абсолютно разные. Поэтому понаблюдайте за собой. И вы тем самым будете контролировать свою неуверенность и на своей неуверенности будете переносить именно позицию уверенности. Когда я уверена в себе. Хочу сказать, что мои эмоции на высоте. Хочу сказать, что я внутренне и внешне очень спокойна. И мне нравится наблюдать даже в таких вот ситуациях, когда человек говорит мне какую-то там, ну, по его мнению, что это меня затронет и смотрит мне прямо в лицо, смотрит мне на глаза. И я вижу, что он разочарован. То есть то, что он хочет, какую реакцию получить, он от меня не получает. И прямо этот разочарованность я в нем вижу. Когда я уверена в себе, я уже сказала, что я внутренне и внешне абсолютно спокойна. То, что у меня происходит там внутри, это не важно. Это первый момент. Второй момент у меня взгляд как у кошки. Причем не просто как у кошки. У меня как у кошки, которая вышла на охоту. И я хочу сказать, что не каждый человек под таким вот взглядом может просто-напросто стоять. Я очень часто наблюдаю такую ситуацию, как очень сильный прям человек, прям мужчина, прям, который гласный там, я не знаю, который готов, который вас слушает при августе абсолютно как. И прям чувствуется, что он лидер. И когда он встречается вот с этим взглядом, вот этот человек просто не всегда, не все, не все, может просто-напросто свалить вот с моим вот этим взглядом. И мои жести, мои жести, они более такие спокойные, более такие вот труднолюшные. То есть я такая абсолютно спокойный человек. Это вот когда я именно уверена. Но вот это вот спокойствие, не сказать, вот это вот уверенность я пока не могу перенести, если я смогу, конечно, перенести вот эту вот неуверенность, ситуацию. Конечно, то в частности я научусь быть из неуверенного человека уверенного. Но, к сожалению, у меня пока не получается. Возможно, у вас более простые такие шесты, и вам удастся более легче, чем мне. И теперь подошло кульминация. Я вам наконец-то скажу, для чего вы все-таки писали ваши ответы по предложениям. Я не знаю, заметили вы или нет. Я вам обязательно рекомендую вот эти вот все предложения перечитать. Вернее, даже не предложения, а ваши ответы. Хочу сказать, что обязательно у них будет по два, а возможно даже и по несколько совпадений. Вот эти вот совпадения и есть в вашей неуверенности. И вы должны почитать их, я уже вам об этом сказала, принять через свое собственное сердце, понять, что именно вас больше всего беспокоит, и именно вот эта вот неуверенность умеет сегодня, возьмет именно сегодня и принять решение сегодняшнего дня, его обязательно от этой вот неуверенности избавиться. Например, вы не уверены в том, что, допустим, вы набрали пять килограммов, и поэтому вы в себе не уверены. И, естественно, вы сегодня же обязательно звоните тренеру, договаритесь на тренировку. Либо, я не знаю, ну, например, вы не уверены в том, что у вас, не знаю, нет спутника жизни. Поэтому с сегодняшнего дня вы прямо выходите на улицу и знакомитесь, обязательно знакомитесь с первым понравившим вам противоположным полом. И вот эти вот не просто решения, а вот эти вот ваши действия вы пишите в наш чат, что вы приняли для себя, что вы будете именно работать именно с сегодняшнего дня, и что вы уже для этого сделали. Также обратите внимание на то, что ваша неуверенность может быть не только одна, их может быть несколько. И именно вот над этим неуверенностью вы будете обязательно работать. Вы можете даже себе какой-то план поставить, но в чате я обязательно жду, над чем вы будете работать уже сегодня. А с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.